Свет есть. Думаю, что это не паровоз. Мне кажется, очень позитивные тенденции сейчас происходят в азербайджанском кинематографе. Именно одним из таких показательных факторов является то, что большое количество дебютов за последние буквально лет пять произошло, случилось. То есть люди получили возможность, молодежь получила возможность как-то проявить себя, реализовать, потому что, знаете, сетовать на отсутствие возможности и как бы считать себя нереализовавшимся талантом, в общем-то, достаточно просто. Когда тебе дают шанс что-то сделать, это уже как другие требования, другой уровень ответственности возникает. И молодежь снимает фильмы, очень достаточно интересно о себе заявляет. Это очень позитивно. Нельзя, наверное, отрицать, что кинокритика очень важна для поляризации и развития кино. Но есть ли в Азербайджане кинокритики? Вы чувствуете нехватку квалифицированного, профессионального, критического разбора ваших работ? Ощущаете вы эту нехватку? Да, конечно, хочет, чтобы твою работу оценили не только люди, да, зрители на каком-то таком естественном, да, уровне просто восприятия, но и какой-то был бы более проведен, более интеллектуальный, более серьезный разбор полетов. Ну, понимаете, Азербайджан, сейчас во всех, как бы на всех уровнях, что ли, да, вот этой линейки производственной существует большой дефицит специалистов. Вот, я не знаю, от дольщика, там, от осветителя до кинокритика. Как бы институт киноиндустрии претерпел за последние 20 лет чудовищный кризис. Потому что киностудия, она на моих глазах, я в 89-м году устроился на работу в киностудии. Мы вообще первые, в трудовой книжке первая запись, это связанная с киностудией Азербайджан Фильм. И тогда была другая студия, понимаете, она живая была, она кипела, съемочный процесс там происходил, то есть коридоры были заполнены людьми, было ощущение вот какого-то, ну, как сказать... Процесса. Процесса живого организма. А потом, опять же, на моих глазах за какие-то несколько лет просто все разрушилось, все исчезло. И специалисты, и люди, и все, и атмосфера, все. Ну, и теперь нужно создавать, как бы возвращать, и людей нужно возвращать, и профессионализм, отношение к профессии нужно возвращать. Потому что, что говорить, в общем-то, такого трепетного, что ли, да, отношения к профессии, какое было, скажем, там, в советское время, я имею в виду профессию режиссера. А сейчас нет, ну, как бы возникает ощущение у людей, что просто можно прийти и снять фильм. Для этого не нужно иметь какой-то там опыт, какую-то практику, какой-то общекультурный багаж. Достаточно просто купить камеру и снимать фильмы. Но, к сожалению, это не так, потому что требует, в общем-то, целого такого комплекса факторов. А почему российское кино так развивается, Борда? Российское кино развивается... База хорошая? Борда, но в последние годы, к сожалению, вот этот процесс динамика развития там тоже затормозилась в связи с кризисом. Но они больше в коммерческое, да, кино ушли, по-моему? Нет, почему же? Там, в общем-то, как бы все жанры так охвачены. В 2002 году, когда я закончил высшие режиссерские курсы в Москве, я учился в мастерской Владимира Хатиненко. Индустрия, вот Мосфильм, он представлял собой такое зрелище, какое вот сейчас Азербайджан фильм представляет. То есть коридоры тоже были пустыми. Там снимались какие-то только телепередачи, что-то вроде там кукол, я не знаю, каких-то вот таких нелепых передач. Не было ничего. Когда я уехал в 2002 году, то есть было ощущение кризиса. Через два года я вернулся, я увидел просто другой Мосфильм. Я увидел другую, как-то другую киносреду. Появились фильмы, появилось новое поколение, стали сниматься сериалы в неограниченном количестве авторских кино. То есть за два года был проведен какой-то очень глобальный, фундаментальный прорыв. И где-то до 2008 года вот так оно и было. На взлете, да? На взлете было, да. Ну вот за последние года два-три что-то изменилось, немножко как бы вот темпы снизились. Но зато за эти годы она окрепла индустрию в России. Она встала на ноги. И в общем-то сейчас это помогает ей выжиться в кризисный период. Я ожидаю в Азербайджане что-то подобное. Я думаю, что вот за годы два-три последние, очень такая мощная какая-то вот набранная динамика развития. Посмотрите, сколько фильмов. Сейчас уже около 10-19 фильмов снимается в Азербайджане. Это для нашей республики немало. Из них там половина дебюта, как я говорил. Я думаю, что все как бы вернется на круги свои. Снимаются фильмы, и я приношу свои извинения за то, что часто это повторяю, но это просто моя боль. Снимаются фильмы, которые зрители не видят, к сожалению. А как азербайджанские телевизионные каналы? Они сотрудничают как-то с режиссерами? Заинтересованы в показе фильмов или... Я, честно говоря, не очень знаю ситуацию с телевидением, потому что я... Ну, в частности, вот к вашему фильму был проявлен какой-нибудь интерес? Ну, телевидение освещало нашу премьеру, наш пресс-показ. Очень достаточно так ярко. Какие-то были анонсы, что-то такое. Ну, если какой-то канал захочет продемонстрировать ваш фильм, вы будете за? Да, двумя руками. То есть никаких коммерческих запретов там, потому что говорят, обычно фильм должен пройти в какую-то жизнь, только потом его можно демонстрировать на экране, да? Ну, да, существует такая просто практика, что на экраны фильм попадает только через там 2-3 года после того, как он... На телевизионный экран. На телевизионный экран, я имею в виду, да. Потому что вначале, какая схема такая, что вначале он проходит по киноэкранам, через прокат, потом на фестивалях, потом на DVD выпускается, только потом попадает уже как бы на телеэкран. Ну, у нас немножко ситуация такая, как бы нестандартная, нетипичная, потому что у нас проката нет. И на дисках вы не собираетесь выпустить? Нет, почему же? Мы фильм выпустим, но, скорее всего, уже на будущий год. Ильга, нам при всем уважении Голливуду, и при том, что есть шедевры, которыми мы все восхищаемся, производство Голливуда. Но вот эта засилия голливудская, она меня, как зрителя, не устраивает, потому что я человек советского времени, я вырос на итальянских, на французских фильмах. Ну, вы помните, в Италии были сильные позиции компартии, во Франции были сильные компартии, и идеологически как-то Советский Союз больше дружил с Италией, с Францией, а Америка была идеологическим врагом, и американские фильмы очень редко доходили до нас. Но зато мы получали возможность расти на шедеврах итальянского, французского и европейского кино. Сегодня я вот захожу в магазин и спрашиваю, там, ну, где продают видеопродукцию, «Что у вас есть европейское? Дайте мне какой-нибудь итальянский фильм, дайте мне какой-нибудь французский фильм». Говорит, нет, у нас только Голливуд. Ну, это ужасно, потому что, ну, и сейчас очень много прекрасных фильмов снимается в Европе, и киноклассика европейская, она, в общем-то, огромнейший пласт вообще мировой культуры, как сказать, потому что запретить литературу, да, французскую или итальянскую, и читать только, смотреть только комиксы, это же вообще, да, нонсенс, преступление какое-то. А кино – это тоже искусство, и оно уже развило такой вообще культурный аппарат, то есть столько всего было наработано, да, в европейском кинематографе, в азиатском кинематографе, даже речь не столько сугубо о европейском кинематографе, а вообще о общемировом, потому что и азиатское кино очень многое сделало для развития кинематографа. И там есть великолепные режиссеры, тоже и философы, и поэты, и кинематографы, которых никто не знает, к сожалению, даже в этих же самых странах. Вытесняется, как бы, знаете, как бы массовая культура, она вытесняет подлинную культуру на всех этажах, и в литературе, и в музыке, и в кинематографе, соответственно. Как, если взять в качестве, например, классическую музыку, вы видите, что сейчас невозможно услышать классическую музыку практически, да, нигде там. Только на специализированных радиостанциях и в каких-то очень ограниченных таких, да, местах. А отовсюду ведется популярная музыка, какая-то ресторанная и так далее. А на каком кино вы формировались? Вот я, к счастью, тоже формировался на классическом кинематографе, и поэтому я, как сказать, для меня кино – это, прежде всего, как форма искусства. Не аттракцион, грубо говоря, а именно, как бы, ну, как искусство. А есть какая-то школа, которая вам ближе по духу, вот, допустим, итальянская, французская или там азиатская вы упомянули? Скорее итальянская все-таки. Ну, хотя… По своей экспрессии или… Да, да, по своей экспрессии, это как-то и близко нам было всегда, да, по темпераменту, по колориту. Да, это тоже… А вот это, кстати, кого из итальянских артистов, можно и из прошлого, и из настоящего, кого бы вы хотели бы снять? Кто вам интересен как актер был бы? Из неживущих вы имеете в виду? Без разницы. Я хотел бы, например, Челентана снять. С понаре. Мне он очень нравится, да. Он сильный актер или… Нет, почему он… Ну, нет, он, я все спрашиваю, прекрасный. И музыкант, и вообще как фигура. То есть это, как сказать, это, ну, это человек, который привносит своим, как бы, своим фактам появление на экране, уже привносит какой-то свой мир, да, обогащает. А интересно, смог бы Челентану сыграть драматическую роль, как вы думаете? Думаю, что да. Да? Да. Ну, знаете, это во многом от режиссера зависит. Как раз, скорее, да. Допустим, Андрея Миронова никто не воспринимал, как драматического артиста до того момента, пока он не появился в фильмах, там, Германа, мой друг Иван Лапшин. И мы увидели вообще другого Миронова совершенно. То есть человек с такой глубиной, с таким, с такой вообще, да, каким-то наполненностью, содержательностью. И Никулина можно привести в фильме. Никулина, опять, того же Германа. Сейчас Ярмолик снялся у Германа. Я сейчас его был потрясен, увидев человека, которого мы привыкли видеть, клон, он в такой роли, как он сыграл. Да, я считаю, что это, как бы сказать, режиссер, одна из его задач, снимать маски с актера, то есть ломать штампы, показать его в том ракурсе, да, с той характеристикой, которая была бы неожиданна для зрителя. А Чин Данда прекрасный артист. А бывает на съемочной площадке, что режиссер, видение режиссера одно, а у главного героя, у актера другое видение, и оно перевешивает. То есть удается, допустим, актеру переубедить режиссера, что вот здесь надо сделать по-другому? Я считаю, что вообще, понимаете, как бы нет такого, да, вот одного какого-то закона, что ли, да, для съемок фильма. Я считаю, что режиссер должен приходить на площадку абсолютно подготовленную, знать точно, что он хочет снять, где должна находиться камера, кто должен быть в кадре. То есть нет места импровизации? По сути нет, но как бы мастерство еще проявляется в том, что ты, если ты видишь что-то яркое, интересное, дополняющее, обогащающее твой фильм, но как бы не разрушающее твой замысел, ты должен допустить актеру, там, оператору, композитору проявить себя. Возвращаясь опять к вашему фильму, а кто дублировал, я имею в виду дубляж «Голос» главного героя? Ну, Зазу дублировал Фахарадин Манафов, и это тоже, я считаю, большая удача, большое везение, что у нас есть такой артист, потому что сложная задача стояла перед человеком, который должен был дублировать главного героя. Ну, роль такая сложная, вот эти все нюансировки в интонации, психологические какие-то, вот эти перипетии и прочее. Ну, я благодарен Фахарадин Манафову, что он очень хорошо справился с этой задачей. А что такое дубляж? Это всего лишь перевод, или человек, который дублирует, он привносит что-то свое? Нет, нет, понимаете, как вот просто перевод, это телевизионное дублирование, когда вот этот монотонный такой голос из скворечника просто информирует зрителя о том, что происходит. А художественное дублирование, это игра, это как, не знаю, как театр. Это тоже талант, да? Это талант, это прежде всего талант, потому что он должен понять, он должен почувствовать характер своего персонажа. И это большая ответственность, то есть испортить роль, понимаете, потому что главный герой... Но можно испортить, да? Безусловно, очень легко можно испортить, можно испортить усилия артиста, который там несколько недель, там месяца работал на съемочной площадке, а потом дубляжом можно просто убить вообще все его усилия. Это очень опасно, это как прогулка по минному полю. То есть, прежде чем согласиться, Фахратим Манав как бы он вжился сначала, да, посмотрел фильм, вжился? Да, да, он посмотрел фильм. То есть нельзя просто прийти, сесть за микрофоном и прочитать текст? Нет, такого нельзя. Я знаю, что существуют у нас прецеденты, когда картина озвучивается за один-два дня, но это профанация, потому что это сложный и мучительный процесс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...